Деревню Новоболтачево не так-то просто найти на карте. Да и оказавшись поблизости, ее не сразу заметишь. То, что эта дорога за поворотом после Новоурозаева ведет на жилую улицу, верится с трудом. Вот и сами жители со своими проблемами частенько остаются незамеченными. К примеру, ветхое кладбище уже много лет не видело ухода. В этом году по просьбам местных жителей его наконец взялись приводить в порядок. Горел забор, он уже все кончился, там все сгнило и велели разобрать. В прошлом году разобрали. Раиса Андреевна на каждом собрании говорила, что кладбище надо сделать, она обещала. В этом году на кладбище она сказала, как на собрании выделили деньги. Тут большие деревья были, ну, мол, спилили от этих деревьев, ну, спилили там сколько-то, вон там вывезли. Вот посмотрите. Этот. И будем огораживать. Но очистка больше напоминала вандализм. Трактор, вывозивший большие деревья, сравнял с землей не огороженные могилки и повредил часть памятников. Да и сами спиленные деревья дальше окраины никуда не делись. Таким отношением к своим усопшим родственникам местные жители были возмущены. Однако этим беды новоболтачевцев не заканчиваются. Вот весь мой огород. Морковка вот здесь, помидорчики и огурцы. Вот все, что я посадила. В огороде у Венеры Клоковой мало что растет. Все потому, что поливать его нечем. Воду на питье и разные нужды приходится брать у соседей. Поэтому о приусадебном хозяйстве и думать нечего. Ну, у нас воды как бы нету уже лет пять, наверное. Вот как лето, воды нету, колодцы высыхают. И дядя Анфис, вот у нас сосед, он работал когда на ферме раньше, вот не болел. Он возил воду через, ну, через день на тракторе возил воду, ну, для нас. А потом вот он заболел, у нас воды вообще не стало некому возить. Центрального водопровода в Новоболтачево никогда не было. Вместо него в каждом дворе был свой колодец. Правда, уже пять лет подряд к лету они пересыхают. Понять причину жители так и не смогли. Возможно, поэтому из 19 домов жилых осталось всего семь. Справляются с проблемой каждый по-своему. Кто-то копит дождевую воду, кто-то ходит в баню к родным и знакомым в соседнюю деревню. За питьевой водой приходится ходить к соседям. Правда, полных колодцев в деревне всего два. Однако, справедливости ради стоит отметить, что бурение одного из них наполовину было оплачено из муниципального бюджета. Мы одной из семьи, где проживает инвалид Амиров Анфис, 50 на 50 построили глубинный колодец. Если будет такая возможность, буквально в августе месяце мы будем пересматривать. Возможно, даже еще одному хозяйству, кто сильно нуждается, такие меры будем принимать. Правда, жители уверяют, сумма даже в 25 тысяч многим из них не по карману. Тем более, что администрация еще два года назад обещала полноценный водопровод. В сельсовете от своих слов не отказываются, но поясняют, проблема с водой стоит остро во всем сельском поселении. Большая часть труб сильно изношена. Несмотря на это, постановление на строительство водопровода в Новоурозаево уже подписано. Правда, провести в этом году удастся не больше километра. Так или иначе, строительство займет около трех лет. Заброшенности кладбища, по мнению главы сельсовета, отчасти виноваты сами жители. Забор же, как и было обещано, поставят уже в августе этого года. Резиданс Адридинова, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.